ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В городе начался вакцинальный бум. К медицинским учреждениям выстраиваются огромные очереди. Народные депутаты инициировали образование Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам нарушения законодательства одесским городским головой. Сильный штормовой ветер, о котором предупреждали синоптики, но, похоже, не знали одесские коммунальщики. Менее чем за полдня повалили больше трех десятков деревьев, которые побили автомобили и даже нанесли физический урон горожанам. Капиталь и ремонт улицы Черняховского стал дороже еще на 16 миллионов. Дополнительные работы управление дорожного хозяйства закажет у знаменитого Росдостроя. В городе начался вакцинальный бум. Уже третий день в поликлинике и центре первичной медико-санитарной помощи стоят 10-метровые очереди. С переходом в красную зону для жителей города ввели ограничения. Теперь вход в общественные места открыт для посещения только для людей, имеющих сертификат о вакцинации, ПЦР-тест либо справку о перенесении болезни COVID-19. В связи с этим во всех учреждениях, имеющих какое-либо отношение к получению того или иного документа, образовались очереди. Массовый наплыв людей связан и с тем, что без декларации с семейным врачом нельзя получить бумажную версию сертификата о вакцинации. Таким образом, возле поликлиник, центров первичной медико-санитарной помощи и центрах вакцинации собираются огромные очереди. Горожане нервничают, вынуждены стоять часами. Ну вот что сейчас это происходит? Сертификаты не отдают. Да, это просто нарушение не то, что прав, и личного пространства. Ничто вообще, или не работать, или вообще ничего не делать. Да, в магазине я сегодня хотел пойти купить вещи, там без сертификата не пускают. В некоторых магазинах продуктовых без сертификата не пускают. То есть это получается что? Сдыхать просто с голоду дома, потому что нет сертификата или какого-то доказательства. Что вообще творится в этой стране? Отметим. Руководитель Одесского областного центра общественного здоровья Оксана Денисенко заявила, что сейчас в Одессе настоящий вакцинальный бум. Поэтому горожан призывают сначала записываться, а потом уже идти в поликлинику. Однако одесситы утверждают, что записаться невозможно. Заболела кодеку. Сейчас я у вас здоровая. Пришла сюда, семейного врача моего нет. Один раз меня послали к одному врачу, другому меня к другому врачу, потом к третьему врачу. Сейчас я хочу получить встанку, что я переболела. Я не могу, меня не записывают. Я позвонила, они мне отвечают. На неделю вперед записи нет. Ну и что делать? Я хотел записаться. Вот, пустя, женщина говорит, я не знаю, как можно зарегистрироваться. Что это за ответ медикам? До этой ситуации я пытался записаться к своему семейному врачу. Мне говорили, что она постоянно на каких-то вызовах, на каких-то там... И всегда поликлиника пустая была. Да. Зайти нельзя. Сейчас у меня появилось свободное время, чтобы записаться, сделать там ПТР-тесты, то, что нужно для работы. Я не могу. То есть, это понятное дело, что я буду недопущен к работе. Что это вообще происходит? Ну, это просто вот так вот взяли за блогу, за кадык и душат просто народа. Другой степени уже. И даже не дают им вообще шаг влево, вправо, прямо туда расстрел. Это ненормально. Зачем тогда писать в СМИ, что поликлиники и больницы свободны? Можно заходить и делать то, что тебе надо. Что это? Двери просто закрывают и ответ не знаю. Вот в такой непростой ситуации оказались жители нашего города. Понятное дело, что медработники в силу карантинных ограничений не могут запустить всех сразу. Но нужно учитывать тот факт, что горожан, желающих вакцинироваться, достаточно много. К сожалению, многие делают это от безвыходности. Поэтому нужно наладить систему, чтобы избежать очередей и скопления людей. Расследованием деяний Геннадия Трюханова на посту городского головы намерены заняться народные депутаты. Фракция «Слуга народа» подготовила постановление об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам нарушения законодательства Одесским городским головой. Представители крупнейшей политической силы страны подозревают городского голову Одессы в совершении серьезных правонарушений, несовместимых с пребыванием на посту руководителя муниципального управления. Инициатор расследования – депутат «Ослуги народа» Алексей Леонов. В опрещении на его имя глава парламентской фракции Дэвид Арахамия предлагает персональный состав Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования фактов нарушения Конституции и законов Украины Одессским городским головой Трухановым Геннадием Леонидовичем в совершении им преступлений и коррупционных правонарушений. Шесть членов комиссии от партии «Слуга народа». К ним могут присоединиться по одному представителю фракции «Батькивщина» и «За майбутня». Председателем комиссии предлагается назначить Алексея Леонова. Подготовлен и проект постановления Верховной Рады за подписью нового председателя Руслана Стефанчука. Как сказано в проекте, перед комиссией ставятся задачи расследовать возможные факты противоправных действий Одесского городского головы при использовании бюджетных средств, распоряжении коммунальным имуществом, изъятие из собственности государства имущества, которое имеет стратегическое значение или государство, непринятие мер для обеспечения содержания детских и других коммунальных учреждений в необходимом для безопасности жизни и здоровьем состоянии, вследствие чего допущена гибель людей, превышение им данных законополномочий по кадровым вопросам. Сейчас я подаю на подтверждение регистрации Временной следственной комиссии Регламентным комитетом Верховной Рады и вынесение вопроса на рассмотрение депутатов парламента. Для официального старта работы комиссии необходимо 226 голосов народных избранников. Следственная комиссия получит полномочия сроком на год. Первый отчет о результатах работы нужно представить через 6 месяцев. Учитывая количественный перевес депутатов услуги народа Верховной Рады, постановление о следственной комиссии по делам одесского мэра скорее всего будет принято. Журналист и нардеп Сергей Лещенко проводил расследование по земельному делу Труханова и обнародовал это в эфире канала 24. Напомним, Олег Жиченко возглавлял Одесскую областную прокуратуру с июня 2016 по сентябрь 2019 года. После увольнения руководил юридическим отделом строительной компании «Будова». В результате следствия установлена причастность к земельной схеме 16 человек. Среди подозреваемых Геннадий Труханов. Вместе с Жиченко они и притворяли в жизнь бандитскую схему завладения бюджетными деньгами и землей для застройки, как утверждает журналист и депутат Верховной Рады. В часы правления Порошенко он фактически кришувал всю эту мафию, как виплевает из материалов НАБУ. Отже, Жиченко фигурует в материалах НАБУ щодо операции изнедания квартир для прокуратуры Одесской области. Он уклав угоду про надание прокуратуре 40 службовых квартир в житловых комплексах «Альтаїр-1» и «Альтаїр-2» и одну квартиру для себя особисто в престижном житловом комплексе «Бельэтаж». Зараз у Жиченко в цьому «Бельэтажі» особиста приватизована квартира 150 квадратних метрів, яка була отримана за три роки служби. НАБУ підозрює його в отриманні ще й іншої нерухомості. А тепер, в чому полягала його криша? Якби Жиченко працював як справжній прокурор та не закривав очі на всі оборудки в обмін на свої особисті апартаменти, то квартир для прокуратури можна було б отримати більше, ніж було отримано, вважає НАБУ. По факту, застріплено власними перспективами володіти золотими квадратними метрами, прокурори Одесьчини були мовчазними спостерігачами всіх інших угод по розкраданню міської землі. Отметим, Высший антикоррупційний суд в Києві избрал меру пресечення Олегу Жиченко в виде залога в 2 млн 616 тис. грн. Изначально прокуратура просила для него СИЗО с возможностью выйти под залог в 10 млн. Высший антикоррупційний суд продолжает избирать меры пресечення фигурантам дела по махинациям с городской землёй. Следственный судья отправил под домашний арест одного из ближайших соратников Геннадия Труханова, бывшего директора Департамента коммунальной собственности Одесского городского совета Алексея Спектера. Высший антикоррупційний суд частично удовлетворил ходатайство Национального антикоррупционного бюро. Бывший директор Департамента коммунальной собственности Алексей Спектер в течение двух месяцев обязан круглосуточно сидеть дома, не выходить без разрешения следователя, прокурора или суда, являться по первому требованию, сообщать о смене жительства, не встречаться с фигурантами дела, не посещать помещения, указанные в определении суда, сдать заграничный паспорт и другие документы для выезда за границу в Национальное антикоррупционное бюро. По разным статьям Уголовного кодекса Алексей Спектер может получить от трех до 12 лет лишения свободы. Строительство высотного комплекса Ля-Мэр в районе 13-й станции Фонтанской дороги незаконно. Работы должны прекратиться. Решение по жалобе местных жителей принял 5-й апелляционный административный суд. Апелляционную жалобу подавали члены дачно-строительного кооператива «Трудовой отдых». К ним неожиданно по какой-то причине присоединился департамент архитектуры и градостроительства городского совета, где вдруг заявили, что разрешительные документы не оформлялись. Компания «Интегралбуд» собиралась построить на склоне 13-й станции фонтана 10-ти этажный жилой курортно-рекреационный развлекательный комплекс Ля-Мэр с подземным паркингом. На деле это жилой дом, где продают квартиры, что по закону в 100-метровой прибрежной зоне не разрешается. В 2017 году на участке вырубили больше 200 деревьев. Застройщик требовал признать противоправную позицию департамента архитектуры и градостроительства, где отказались регистрировать градостроительные условия ограничения застройки земельного участка. В июле Одесский окружной административный суд частично удовлетворил эти требования. Дачный строительный кооператив поддержала общественная организация «Спильном этап». Мы вместе с небезразличными жителями уже долгое время удерживаем побережье Большого фонтана от тотальной застройки в высотками. Нам важно, чтобы местная и центральная власть также отстаивала интересы граждан, а не способствовала уничтожению нашего побережья, видя в этом лишь финансовую наживу. Поэтому мы усиливаем хорошими специалистами наш юридический блок, чтобы более эффективно противостоять этому беспределу, который творится в строительной сфере, особенно это касается зон рекреакции. Постановление апелляционной инстанции вступило в силу и может быть обжаловано в кассационном порядке на протяжении 30 дней. Капитальный ремонт улиц Черняховского стал дороже. Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета закажет Росдостроя дополнительной работы по реконструкции улицы еще на 16 миллионов гривен дополнительно. Напомним, о планах мэрии на улицу Черняховского мы впервые говорили осенью 2020 года. Тогда Управление дорожного хозяйства объявило тендер на капремонт. Победителем торгов как неудивительно стала компания «Раздорстрой», соучредителем которой является депутат Одесского горсовета от партии «Доверяй делам» Юрий Шумахер. И вот с начала ремонтных работ проект капремонта, за который город намеревался заплатить 39,3 миллиона гривен, сразу подвергся критике. Его пришлось переделывать и, как вы сами понимаете, не бесплатно. И вот сейчас на сайте госзакупок Прозора стало известно, что ремонт улицы Черняховского вновь подорожает. Городское управление дорожного хозяйства опубликовало тендер на проведение дополнительных работ. Подряд без конкурса достался вышеупомянутой компании, так как его сумма не превышает 50% от изначальной стоимости. Так вот, согласно тендерной документации, на улице Черняховского еще необходимо закончить капитальный ремонт тротуаров, обустроить газоны, высадить 100 деревьев и кустарников, а также установить разметку, велодорожку и 100 дорожных знаков, новые LED-светофоры и уложить LED-брусчатку. Также здесь планируется заменить сети для электротранспорта, обновить уличное освещение и систему ливневок. Эти работы обойдутся в 16,5 миллионов. То есть, на данный момент общая стоимость капитального ремонта улицы Черняховского составляет 56,7 миллиона гривен. Сюда же входит и создание проекта, который после возмущения велоактивистов и депутатов пришлось корректировать. В итоге только за проект одесситы заплатили 941,5 тысячу гривен. Но, как говорится, это еще не конец. Вероятно, что в процессе капремонта вновь появятся новые обстоятельства и сумма в очередной раз вырастет, как это часто в Одессе бывает. Восстанавливать старые здания нужно и можно. Городская власть не хочет этим заниматься. Частный арендатор дома в центре Одессы показал мэрии, как быстро и с малыми затратами спасти памятник архитектуры. Дом на углу улицы Канатной и переулка Нахимова полностью восстановлен после частичного обрушения. В апреле 2020 года часть нежилого крыла здания 1893 года постройки рухнула во время проведения ремонтных работ. Почему, точно неизвестно. Есть разные версии. Установить причину должны эксперты и правоохранительные органы. По данным одесских сайтов, дом находится в государственной собственности, баллосодержатель Одесский морской торговый порт, арендатор компании New Rent Property. Восстановлением занималась бригада из нескольких строителей без использования тяжелой техники и огромных денежных затрат. По данным Государственной службы статистики Украины, больше всего ветхих домов в Харьковской области 503 тысячи квадратных метров. На втором месте Одесская 390 тысяч. Зато по общему показателю ветхости и аварийности мы завоевали позорное первенство. Выполняя протокольное поручение мэра от 19 мая 2020 года, Департамент городского хозяйства пересчитал ветхие и аварийные дома. Всего в Одессе насчитывается больше 43 тысяч жилых зданий, из которых 8 тысяч многоквартирные. Аварийными и ветхими с износом более 60% еще в прошлом году признали 876 домов на 126 больше, чем за 5 лет до этого. 143 аварийных здания стояли рядом со строительными площадками. По данным на конец апреля нынешнего года, в городе 613 ветхих домов и 263 в аварийном состоянии. Всего 879. Обрушения частей и целых зданий стали у нас регулярными. Пострадавшим в лучшем случае дают временное жилье. Многие ютятся у родственников, друзей и на съемных квартирах. Об отношении городской власти к жильцам разрушенных ветхих и аварийных домов говорят они сами. Сегодня у нас во дворе упало два балкона, но на очереди фасадный балкон, то есть самый длинный балкон и балконы выше. То есть как бы вот такая ситуация была. Дом рушится. Куда обращались? Обращались в управление архитектуры, в ЖЭК, в Портофранковский, в прокуратуру. То есть письма везде написаны, но действий никаких. Обращались в ЖЭК и на горячую линию 15-35 и лично к Геннадию Труханову писали сообщение. Все должны были прийти. Это было буквально перед Пасхой 17-18 апреля. Никто не пришел, то Пасха, то руководство меняется, то еще что-то меняется, то они не могут, ну в общем писали нам все, что хотели. Все, что или не хотели, наоборот. И так никто не пришел. Квартир нас здесь 22. Обещают обещанками, знаете как, убитянками, нас кормят уже не один год. Что вот следующий застройщик, который берет разрешение, по-видимому, городских властей, вот вас отселят. Вот авос и ныне там. Вот уже видите, сколько застроили вокруг домов, все, а мы уже начали просто, физически люди начали страдать. Хорошо, что вчера в тот момент, когда упала доска, только упала на взрослого человека, а там живет трехлетний ребенок. Если бы эта доска упала на голову трехлетнего ребенка, то был бы жертва. Господин Труханов, я к вам обращаюсь, почему вы никогда не пришли и не посмотрели? Это же вы даете разрешение на застройку вокруг нас, вот этих больших домов. Почему нас не отселит застройщик? Независимо от формы собственности, дома власть должна заботиться о безопасности людей. Ремонт старого здания может стоить миллионы, и сами жильцы таких денег не соберут никогда. На заседании исполкома еще в мае прошлого года городской голова предупредил, со старыми домами все плохо и надеется на лучшее бесполезно. Жилой фонд в Одессе, особенно старый жилой фонд, находится в очень запущенном и можно сказать катастрофическом состоянии. Денег на его восстановление нужно не просто много, а очень много. И никакой бюджет города, даже если мы полностью направим его на это, в течение лет 5, может больше, да, Старь Юрьевич, мы будем восстанавливать только эти здания. Пример деловых людей по проведению быстрого и недорогого ремонта для нашей мэрии бесполезен. Одесситам остается ждать новых обрушений. В мэрии снова скажут, что денег нет. Городская власть любой ценой пытается повысить свой авторитет среди горожан и на международном уровне. Для этого используется проверенный прием составления рейтингов. На очередной такой проект мэрия выделила около миллиона гривен. Департамент экономического развития горсовета готов заплатить 990 тысяч гривен Международному рейтинговому агентству за определение места Одессы и уровня улучшения жизни в городе по международной шкале. Информация о тендере размещена на сайте Прозора. Нетрудно догадаться, почему заказное исследование проведут именно сейчас. В Киеве идет второй после истории с краяном громкий судебный процесс по обвинению Геннадия Труханова и еще 15 фигурантов в незаконных земельных операциях. Городу нанесет ущерб в сумме 689 миллионов гривен. Команде мэра нужно срочно показать свою работу. Сразу после объявления подозрений городской голова уже пытался защититься показателями каких-то рейтингов. В течение последнего месяца в нашем городе почти параллельно проводились 5 социологических исследований. Причем абсолютно разными институтами. По итогам исследований все результаты плюс-минус совпадают. Это в частности беспрецедентно высокая поддержка меня как мэра города и партии доверяй делам. Поддержка оригинальной политики нашей большой команды губернатора главы районного совета. И везде общая особенность отсутствие каких бы то ни было внятных конкурентов. Удивительное совпадение. Как только эти результаты были опубликованы произошло шоу которое вы все вчера наблюдали. Сообщение подозрений подписанное генеральным прокурором гражданин Труханов называет шоу. А между тем существует другой незаказанный мэрии рейтинг инвестиционной привлекательности городов Украины. Составлен он в сентябре Украинским институтом экономических исследований и политических консультаций. Работа проводилась в рамках программы Агентства Соединенных Штатов по международному развитию конкурентоспособная экономика Украины. В рейтинге конкурентоспособности 10 компонентов основания бизнеса доступ к кубличному имуществу прозрачность и открытость данных стоимость соблюдения законодательства налоги и сборы неформальные платежи и коррупция безопасность ведения бизнеса лидерство местной власти ресурсы развития поддержка инноваций. Участники проекта опросили сотрудников 7454 субъектов предпринимательской деятельности. В рейтинге инвестиционной привлекательности среди 45 крупнейших городов Украины Одесса оказалась на позорном для местной власти последнем месте. Для Министерства экономики исследование является важным фактором оценки деятельности одесской мэрии в сфере поддержки бизнеса. Для инвесторов цей индекс мае стати рушийною силою для того, щоб инвестувати в наши места, нашої великої країни. И крім того, индекс дае можливість оцінити реальный инвестиційний клімат и стан конкуренції в містах. Що особливо приваблює инвестора серед топ-міст за индексом конкурентоспромежності. У першу чергу це неформальний підхід та велика зацікавленность місцевої влади у розвитку регіону та залучення інвестицій, відкритості, прозорість, запровадження онлайн-платформ, через які бізнес може комунікувати з органами влади. Аукціон на право проведення своєго рейтингу мэрия назначила на 28 октября. Можна предположить, каких результатов ожидає заказчик і якими вони будуть. Помните правила «Кто платит, хто те музику заказує?» 21 октября в Одесі прозошел настоящий деревопад. Попадало більше десятка деревьев. Єсть пострадавші. Отміть, в місті об'явили штормове предупреждення. Синоптики предупреждали о сильному ветер. В Одесі ураганний ветер крушит все подряд. В результате порывів страдають дерев'я, автомобіли і даже люди. Первое дерево сегодня упало на французьком бульварі угол вице-адмирала Азарова. Там ветка упала і повредила три автомобіля. Не обошлось і без пострадавшого. Во время падення ветка задела прохожого, йому вызвали медиков. На місці происшествия работають коммунальщики, його огородили красной лентой. Движення транспорта затруднено. Також дерево упало і на улице Касовській, недалеко от ЦНАПа. Там молодое дерево перекрыло транвайные пути, поэтому ждать маршрут номер 10 не стоит. Ещё один инцидент произошёл возле радиорынка. Там огромный тополь прилёг поперёк дороги, полностью перекрыв движение и примяв под себя 4 авто. Следующий инцидент произошёл на улице Большой Арнаутской. Там пышная ветка акации укрыла сразу два автомобиля. А в жилищном комплексе Михайловский городок с порывом ветра унесло и часть вывески аптеки. Еще одно дерево повалило порывом ветром и оно оборвало электросети. Это произошло на Лидерсовском бульваре возле парка Шевченко. Не обошлось без происшествий на улице Степана Олейника. Там также упало дерево и оборвало провода. Помимо прочего дерево рухнуло и на углу улицы площади 10 апреля и улицы Ясиновского и на улице Леонтовича между Базарной и Большой Арнаутской. Там массивный ствол улегся на мусорный контейнер перегородив тротуар. В целом по состоянию на данный момент в Одессе упало 35 деревьев и больших веток. В пресс-службе мэрии просят одесситов и гостей города быть бдительными, осторожно передвигаться по улицам, не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач. 80 лет назад осенью 1941 года в Одессе было совершено одно из крупнейших преступлений Второй мировой войны. Нацистские оккупанты устроили массовую казнь мирных жителей еврейской национальности и советских военнопленных. Церемония памяти жертв Холокоста состоялась у мемориала погибшим на Люсдорской дороге. Церемония памяти жертв нацизма прошла у мемориала на месте пороховых складов в районе площади Толбухина по Люсдорской дороге. В ночь с 22 на 23 октября 1941 года нацистские оккупанты расстреляли и сожгли здесь 25 тысяч одесситов еврейской национальности и 3000 советских военнопленных солдат и моряков. Двигались люди старики женщины они не знали точно что их будут сжигать они не знали что их будут убивать маленькие дети которые могли ходить мы все представляем они держали за юбку у мамочки бабушка держала за ручку маленьких детей грудные дети были на руках у молодых мам свершилась вот эта трагедия это одна один маленький эпизод одна маленькая часть той большой трагедии которую потом в литературе называли холокост в церемонии представители дипломатических миссий и церкви акции организовала посольство федеративной республики германии в украине и отдел восточной европы немецкого центра либеральной современности меня очень повреждает что я с этого привода что я могу вернуться к вас как представитель федеративной республики немецкого и вместе с вами вшановать память жертв я уже несколько разов тут бывала как тут так и в Киеве проходило много встречи проводилося много бесед с людьми которые пережили эту трагедию как пан Швацман с нашими коллегами из посольства Израилля с инициаторами из Немеччины и с многими бейсцевыми украинскими партнерами все те кто активно докладает сосед для сбережения памяти про исторические злочины в одночас працуют и для лучшего будущего для того чтобы наши дети и внуки сохраняли усведомление того что казалось неможливым установить связок между минусом и с участием для молодых поколений очень важным главный раввин Одессы и Юга Украины представитель Одесской иудейской религиозной общины Шамрей Шабос и Одесского общества еврейской культуры прочитал молитву на арамейском языке «Обитых слава злочат хвала бога за все штон дилет в том шестоли затаки трегедия межепутив свивиш нене панимаем но я уверен что это молитва предиот на падня титуша «Обитых» Участники траурной церемонии заложили капсулу памяти с посланием к будущим поколениям о трагедии 1941 года Надпись на мраморной доске сообщает о начале сооружения мемориала против забвения В Одессе наконец-то начали рисовать новый веломаршрут центр фонтан Таирова В ночь на 18 октября уже появилась новая разметка с велополосами на отрезке фонтанской дороги от Львовской до Кастандии Отметим что проект по созданию велополосы которая свяжет центр и Таирова анонсировали еще в сентябре 2019 года Однако стартовали комплексные работы по нанесению разметки в киевском районе города только сейчас Как отметил директор департамента транспорта связи и организации дорожного движения Артем Сидоренко до этого момента шли подготовительные работы они завершены так что пришло время создать веломаршрут Дани комплексные работы предпочитают проведение нового веломаршрута который связывает две части это Таирова и центральную часть этого места Дани веломаршрут будет проходить по улицам от улицы Довгою по улице Львовской далее по Фонтанской дороге через 5-ю станцию и до Куликового поля Комплексные работы проводятся на данной диланции дорожи предпочитают полностью новое дорожное дорожное как уже говорили работы начались с улицы Львовской новую разметку холодным пластиком нанесли до улицы Костанди кое-где чертежи выглядят очень неаккуратно но велополосы действительно появились правда пока они местами упираются в мусорные баки припаркованные авто отметим что за разметку на Фонтанской дороге коммунальное предприятие СМЭП заплатит компании Вектор шляху 1 миллион 34 тысячи гривен а за разметку на Сегетской 333 тысячи гривен в то же время на Львовской которая в рамках веломаршрута должна связать долгую с Фонтанской дорогой новой разметки пока нет тентра на ее создание как пишет издание Пушкинская тоже не нашли такая же история с финальным участком веломаршрута по улице Канатной торги на создание там новой разметки СМЭП не объявлял возможно на Львовской и Канатной коммунальщики нанесут разметку своими силами как это было на участке улицы Среднефонтанской и на улице Пироговской что касается срока выполнения работ так Артем Сидоренко отметил их много однако закончить проект над веломаршрутом с улицы Долгой на Куликовое поле планируют через 2-3 недели будем надеяться что дорожники при подготовке проекта или веломаршрут так чтобы велосипедисты чувствовали себя безопасно на своей велополосе В Одесской области наблюдают необычное природное явление уже середина октября а стая розовых фламинго поселившаяся в нацпарке Тузловские лиманы не собирается к отлету на юг Необычное природное явление в Одесской области наблюдают уже целый месяц Стая розовых фламинго которые ранее не залетали в наш регион прилетели и поселились в национальном парке Тузловские лиманы В середине сентября. И вот около полусотни экзотических птиц летают над лиманами в поисках еды. Интересно, что фламинго не пугают холодные октябрьские дни. Некоторые экологи даже предполагают, что они могут остаться у нас на зимовку. Видео уникальных птиц опубликовал на своей страничке в Facebook эколог Иван Русев. Такое увидели эту неделю наши корреспонденты. А нам остается пожелать вам отличного настроения, оптимизма и только хороших новостей. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok